Здравствуйте! Как интересно, детки-то у нас пляшут. Вот только-только вышел в эфир материал о том, как люди против того, что управляющая компания БАРС любыми способами якобы пытается отжимать дома у железнодорожного ПЖРТ и забирать их на свой баланс, но в том числе, как люди свидетельствовали даже и через подлог протоколов, как тут же у меня ВКонтакте нарисовалась некая девушка по имени Лада, юрист. И давай меня убалтывать, что есть у нее куча фактов, что это наоборот все. Железнодорожный ПЖРТ все законы нарушает, подделывает документы, ну и так далее. А органы правопорядка на это бездействуют. Спросил ее, она что, на БАРС что ли работает? Нет, отвечает, там не работает, она привлеченный по договору юрист. Но, как я понял, поздавав уточняющие вопросы, она-то юрист, но каким-то образом все-таки связанный с БАРСом. Возможно, и привлеченный как раз этой конторой. А вот к таким сигналам я отношусь с большим подозрением, даже если они подкреплены кучей бумаг. Потому что, если они идут от заинтересованного юрлица, то тут можно ожидать чего угодно, вплоть до провокации подлогов. И тем более, что о подлоге, как системе работы вот этой фирмы, жители-то мне и сигналили. У тех, у кого рыло в пушку, очень часто именно такие методы в ходу. Перевести стрелки на других и выставить конкурентов в еще более плохом свете. Вот мне вот совершенно по барабану, кто из них хуже, ПЖРТ или БАРС? Вот мне главное, чтобы обе конторы работали по закону. Вот поэтому вот в этой ситуации помогать я этому БАРСу и не намерен. Хотя заявляю официально, если у кого из жителей есть доказательства о нарушении законодательства железнодорожным ПЖРТ, предоставьте. Будем с этим разбираться. Но только пусть эти доказательства мне предоставят люди, никак не связанные с БАРСом. А вот с директором этой компании мы как раз и договорились разбираться отдельно, и вот чтобы не было эффекта сломанного телефона в присутствии тех жителей, которые обозначили через мою программу свои претензии к данной управляющей компании. Чтобы получилась вот такая очная ставка, на которой я и готов выслушать сразу показания всех сторон, оценив и предлагаемые сторонами как раз документы. Данную встречу наметили на утро пятницы по тому же адресу во дворе дома по Урицкого 6. Суть претензий граждан в адрес БАРСа я понял. А вот то, что вышло в эфир в прошлой программе, лишь малая часть того, что ими было озвучено. Решил, чтобы БАРСовцы как следует подготовились к этой встрече и дали на ней ответ сразу на все претензии и обвинения, выдать в эфир и остальные жалобы граждан. И вот эта компания БАРС стали бороться за нас. Хотя у нас компания ПЖРТ, которая нам назначила администрация, никаких нареканий нет. То есть мы не выказывали никакого своего неудовольствия этой компании. Получилось так, что в октябре месяце на всех подъездах расклеили объявление о том, что управляющая компания ПЖРТ железнодорожной отказывается от нас. Собираемся, собрание будет и будем, вот мы предлагаем свои условия, что мы будем у вас. Нет, они ни сном, ни духом. Но дело в том, что мы-то не знали, что могут быть такие подводные камни. И они очень правильно повели себя. Они говорят, вы знаете, БАРС, грядет отопительный сезон, а ПЖРТ от вас отказались, вы ничейные. Вы непрекаянные, несчастные. Да, вы никому не нужны и останетесь просто без тепла. Давайте мы сделаем вам одолжение. Ну уж мы ладно, мы вас возьмем к себе. И мы прям поверили. То есть нам нужно было бы позвонить в ПЖРТ, уточнить. Но мы доверчивые люди, мы поверили, что действительно сейчас отопительный сезон грядет, а мы ничейные. И по домам прошли они, мы подписались. Там кто-то подписался, кто-то не подписался. И таким образом, как нам объяснили в ГЖИ, я сама была на собрании, сказали, что это введение в заблуждение. То есть статья такая, введение в заблуждение. Так у вас официально сейчас управляющая компания какая? А теперь ПЖРТ. А как вы вернулись? Добились. Вот сами ходили, собирали подписи, чтобы нам вернули нашу компанию ПЖРТ. И вот таких спорных домов было около 15 домов. Нам постоянно звонят по телефону, они нам угрожают, они нам объясняют, они нас спрашивают, они нас уговаривают, они нас настаивают, везде подлавливают. Это прямо целая компания такая. Война, я бы сказала. Они объявили войну. Они срывают таблички, которые вешают ПЖРТ. Вот у нас есть, они срывают. То есть они ведут себя так, как на войне. Уже просто устали. Полгода вот этой вот борьбы. Мы не хотим относиться к БАРСу, и мы не хотим, чтобы они были нашей управляющей компанией. Мы хотим остаться в ПЖРТ. Почему к нашему мнению никто не прислушивается? И нас передают просто как крепостных крестьян, даже не спрашивают. Более того, подделывая документы, как вы говорите. Да, да. Подделывая документы, не просто забыть вас просить, а наоборот апеллируя якобы к вашим подписям, к вашему мнению. Но, как выясняется, как вы говорите, все это подложено. Понимаете, мы, может быть, и не хотели бы там, да, никакой мести, ничего. Просто отстаньте. Мы хотели, да, отстаньте от нас. И все, отстаньте от нас. Нас все в железнодорожном... Мы же РТ на консульт, вот, крышу сделала нам подвалом. Крышу сделала, обрезали эти. Дереви, снилили. Перилы все сделали, пограли. Мы вообще довольны. Везде подметают. Ну, что еще? Лучше не может быть. Так что хотим просто остаться в покое от этих вот барсов. И главное, нашли золотой. Итак, в пятницу в 11 утра по адресу Урицкого 6 будем выяснять, кто врет жителей, которые утверждают, что управляющая компания через подлоги, махинации, давление им житья не дает. Или все-таки управляющая компания, настаивающая на том, что все не так, их оболгали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...